Международный терроризм уже давно признан чумой 21 века. Его первые вспышки прошли практически бесследно, однако со временем террор распространился по планете. Он стал оружием экстремистов, бандитов, религиозных фанатиков, словом тех, кто насилием отстаивает свои идеи. Сегодня организаторы терактов оперируют значительными деньгами, а исполнителем их воли становятся не только радикалы, но и хорошо обученные наемники, для которых убийство стало профессией. Россия знает, что такое терроризм не понаслышке. Взрывы в Москве и Волгограде, Беслан, Норд-Ост, Буденовск. Целью боевиков были станции метро, автобусы, самолеты. Даже дома люди не могли чувствовать себя в безопасности. Ежемесячные спецоперации по уничтожению боевиков на Северном Кавказе это последствия того, что предотвратить не удалось, что уже произошло. Дают три минуты. Выходим. Оружие на землю с поднятыми руками. И тем не менее, несмотря на опасность, которую несет терроризм, ему нужно уметь противостоять. Как показывает богатый опыт России по борьбе с экстремизмом, лучше не дожидаться беды, а действовать на упреждение. Как это происходит сейчас в Сирии, где воздушно-космические силы ежедневно наносят удары по позициям запрещенного в России исламского государства. В то время как наши пилоты наводят порядок в другой стране, дома не дремлют специальные и экстренные службы. В Одинцовском районе постоянно работает антитеррористическая комиссия. На предприятиях и в организациях проводятся тренировочные учения. Проверяется подготовка силовых структур, транспортных компаний, организаторов массовых мероприятий. Очередные такие учения совсем недавно прошли на территории Одинцовского ПАТП. Произведено предварительное боевое развертывание в магистральной линии рядом с предположительным местом обнаружения взрывного устройства для обеспечения безопасности. Сегодня активно обсуждается внедрение программы «Безопасный город». Это комплекс мер с применением видеоаналитических решений, который призван быстро определить и оперативно отреагировать на внештатные ситуации, а также вовремя принять меры по устранению их последствий. На одном из совещаний комиссии по чрезвычайным ситуациям создатели программы рассказали Одинцовским властям об опыте внедрения системы в Нижнем Тагиле. Те сценарии реагирования, которые были разработаны уже в программе, непосредственно их более 500 различных событий, то есть классификатор содержит более 500, то есть охватывает практически все области сферы деятельности. За 15-й год спецслужбы нашей страны предотвратили 8 крупных терактов. Были обезврежены десятки боевиков и их пособников. Однако безопасность человека всегда остается в его собственных руках. Не стоит трогать бесхозные сумки и предметы. О подозрительных личностях немедленно сообщайте в полицию. Только ваша бдительность может спасти жизни.